Особая романтика дороги, меняющиеся времена года, городские пейзажи и, конечно, пассажиры. Это то, с чем ежедневно сталкиваются сотрудники неотакси. Каждый водитель готов прийти на помощь. Машины оснащены всем необходимым для перевозки детей и инвалидов. Руководство компании особое внимание уделяет безопасности своих клиентов. Перед выездом всех водителей обязательно осматривает врач. Также специалист проверяет автомобили. За последнее время автопарк был обновлен на 50%. Новые брендированные «Киарио» колесят по городу. На «Такси» работают давно, обеспечивают заказами, вовремя ремонтируют машины. Ну, всем довольны. Для удобства пассажиров было разработано специальное приложение. Скачать его может любой желающий. Пользоваться им достаточно просто. Кроме того, в автопарке на «Такси» есть программа выкупа автомобилей. Мы предлагаем водителю также взять автомобиль под выкуп. То есть водитель обеспечен заказами, водитель обеспечен заработком. И в том числе он выкупает этот автомобиль. По прошествии определенного времени автомобиль становится собственностью водителя. И, соответственно, водитель пользуется нашими заказами и продолжает у нас работать уже на своем автомобиле. Срок, в течение которого водитель может выкупить автомобиль, варьируется от 12 до 24 месяцев. Условия оптимальны для всех. Олег Селин уже является счастливым обладателем своего авто. На данный момент автомобиль я выкупил. Значит, условия довольно-таки гибкие. Компания предоставила. Ну, на данный момент, грубо говоря, работаю на себя через компанию «Ново такси». Нравится то, что здесь мы очень много работаем по предварительным заказам. Этого мало кто в городе делает. Мы работаем с корпоративными клиентами много. Также вот сейчас сезонные. Много у нас заказов по, допустим, аэропортам людей возим. То есть как бы хватает всего, хватает работы. И есть отдел качества, например. В этом году «Ново такси» получила диплом «Лидер доверия». И это неудивительно. Здесь постоянно стараются улучшить качество обслуживания пассажиров. На этот раз представители автопарка приняли участие в конференции, прошедшей в городе Сочи. Более 600 делегатов со всей страны. Проблему отрасли приехали обсудить и депутаты Госдумы, и общественного совета. Обсуждались вопросы, такие как работа агрегаторов в регионах, легализация таксопарка. Ну и, конечно, самый главный вопрос – это безопасность пассажиров, которые мы перевозим. Конечно, наш таксопарк довольно-таки молодой, но мы, в свою очередь, всегда держим руку на пульсе. Мы ездим на разного рода конференции, разного рода совещания. Поэтому мы за безопасность движения. Брендовый знак на двери – уверенный взгляд вперед. Этим таксистам знаком каждый уголок Рязани. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».